моем доме не выражаться и так всем привет я виктор салтыков вот живу в деревне в лесу сегодня тоже пришла информация от владимира и я начал рыть в интернете очень много интересного нарыл до интернета первое я обзвонил всех своих знакомых и провел такой мини-тест вот все мои знакомые вот мои там одногодки и младше но которые застали вот эту советскую эпоху все единогласно цитирует фразу в моем доме попрошу не выражаться если вы забьете в поисковик google информацию в моем доме прошу не выражаться попрошу не выражаться вам сразу вот любому кто ищет поисковик выдаст много вариантов ссылок на эту фразу именно в таком в такой интерпретации в моем доме попрошу не выражаться что еще интересного вскрылась нашел в интернете существует несколько формов где проводятся тесты мини тесты то есть вот на знание фильмов на знание фраз фильмах и так далее то есть это как бы узкоспециализированные сайты я могу сбросить ссылочку в общий доступ это можно и самим найти именно тесты и вот среди вопросов есть такой знаешь ли ты правильный ответ на этот вопрос вот войти на сайт предлагают и вот один из сайтов фанперти фанпарти точка ру предлагает вот среди прочих вопросов есть такой из какого фильма и дальше идет цитата в моем доме попрошу не выражаться и предлагается варианты ответа вместо встречи изменить нельзя москва слезам не верит здравствуйте ваша тетя кавказская пленница вот здесь есть и статистика вопрос сложность вопроса легкий всего ответов 38 правильно ответили 29 фанатов есть был добавлен 29 11 2010 года то есть я провел большую такую стат работу и вот эта фраза моем доме попрошу не выражаться начиная с 2007 года до 2015 встречается практически без изменений формате в варианте текстовом то есть видео уже вы не найдете моим доме попрошу не выражаться а вот просится напрашивается эта фраза вот когда смотришь и дублируешь сам в моем доме пауза не выражаться макрон чан вот произносит и получается так что действительно факт эффекта мандейла чем подтверждается тем что огромное количество именно такой интерпретации в сети то есть люди привязывают эту фразу моем доме попрошу не выражаться привязывают к различным событиям встречается многократно но нигде нет моем доме предлагаю не выражаться моем доме прошу не выражаться моем доме никогда не выражаться то есть такого вы нигде не встретите то есть шаблонно моем доме попрошу не выражаться иногда бывает имплутации попрошу в моем доме не выражаться но это уже вольный так сказать сказать перевод а цитирование идет именно вот так вот такое сейчас я в эфир пару ссылочек скину просто для интереса для того чтобы слова не были голословными действительно масса интересного всплывает по ходу взята само направление показано демонстрируется само направление как искать где искать сейчас даю ссылочку не знаю так комментариях не должно быть в этой адресу к сожалению на попробую по-другому сейчас вставляем убираю хоть и пипи w вот так вот попробуем обмануть вот так вот просто вставьте впереди 3даби или хоть и пипи вот попробуйте пройти эта страничка теста таких страниц я встретил именно тестов несколько в этом направлении точно так же про черепаху любил как львенок и черепаха пели песню называется правильно советский мультик вот покатай меня большая черепаха вы найдете название вы найдете эти цитаты именно покатай меня они а покатай меня большая черепаха я просмотрел этот мультик сегодня большая черепаха встречается в этом мультике вот сейчас современной интерпретации вот как она сейчас два раза первый раз где-то в начале мультика и второй раз в конце когда львенок увидел черепаху там идет большую по моему черепаха он говорит большую и в конце прощается когда черепаха он ее называет большая черепаха но интуиция подсказывает память подсказывает что вот это покатай меня большая черепаха звучало моем детстве именно так я воспринимаю ну кто как караченцов караченцев караченцов я был на концерте николая караченцева называл караченцев но скорее всего что караченцов и слышал тоже еще в советские времена все-таки караченцов это субъективно и еще момент вот действительно провел опрос провел тест среди друзей так вот провел тест среди друзей по поводу заставки мультфильмов волто диснея действительно и сам помню крылатую фею с палочкой вот которая вокруг замка прочерчивала линию многообразную вот полусферическую сейчас этого уже нету и еще интересный момент который увидел заметил обращаю внимание моих знакомых которые цитируют анекдоты наизусть которые цитируют крылатые выражения фразы и вот один из моих знакомых когда я ему его скажем так вот с поймал на неточности насчет но и рожа у тебя шарапов и моем доме попрошу не выражаться и когда ему доказал что действительно изменилась интерпретация изменилась реальность изменились фильмы то есть все источники его это ни капельки не торкнула не шелыхнула он так соболезнованием сказала ты опять про плоскую землю и все на этом то есть я не знание не пробиваемые есть люди вот такая интерпретация такие выводы и сегодняшней информации конечно владимир сегодня волну такую хорошую погнал потому что уже начал это движение за затухать эффект манделы но эффект манделы вот как бы а это новые факты новой интересности действительно да то что и владимир предлагает путь какой я тоже солидарен с ним это максимально больше впитывать запоминать интересоваться вот происходящим интересующие интересные каждому фильмы интересному каждому сюжеты крылатые выражения фразы по крайней мере это маленькие флажочки в принципе это не меняет нашу реальность это не влияет на нашу реальность с одной стороны но с другой стороны это маячки которые демонстрируют показывают нам изменения причем не просто изменения глобальные ну и что касаемо полюсов тоже сегодня проводил такой тест вот ряд вопросов задавал кругу своих знакомых в телефонном режиме только пару человек из вот 2 к 7 не уверены были насчет белой окраски атласов где указан северный полюс как белое пятно там точнее не пятна там пятна вот я тоже это помню вот один мой хороший знакомый ком даже полез достал свой школьный атлас вон был стопроцентно уверен что полюс белый достал атлас из советских тех времен восьмидесятые девяностые годы и оказалось что уже нифига не белый что там мире меняется но меняется постепенно ползучи как рак как краб потихонечку или как паук подбирается а ты там каком лесу живешь если не секрет живу на границе это украина на границе черкасской и киевской областей каневский заповедник это место называется вместо тихо и спокойно сегодня разговаривал вот уходил в лес ну а лес у меня вот в тапочках через дорогу уходил лес чтобы спокойно побеседовать провести тестирование на свежем воздухе очень хорошо и дышится и думается кстати жил-был пес тоже сегодня перелопатил очень много даже в описании звуковых дорожек или видео идет фраза но ты это три точки заходи если что вот но на самом деле фраза изменена здесь можно здесь можно сказать что это домыслы что это общие домыслы ну памяти так буквально две секунды дословно фраза звучало так даже попробую и стилизовать ну ты это заходи если шо да да вот интересен сам принцип это и для людей тоже хорошая зарядка для ума вот то что сейчас происходит это заставляет критически относиться к информации вот сейчас перелопачивать то что интересно то что известно вот по-новому смотреть на эти вещи очень очень хороший такой сегодня толчок так что люди народ если у кого-то есть какие-то маленькие открытия не стесняйтесь выходите стучитесь делитесь это очень важно это очень интересно и думаю что полезно